Прежде чем закрыть свалку, должны были предоставить временную площадку, чтобы вы туда увозили воду. Мы спросим у общественных представителей, требование жителей было, чтобы я, как глава администрации, разрешил официально свалку в деревне. Вот вы как за это смотрите? Скажите мне, пожалуйста. Вы за то, чтобы свалка была? Да, в Ленинграде, в Ленинграде, в Ленинграде, в Ленинграде, в Ленинграде просто так застирать деревню. Ее нет в этой свалке, засирается деревня, засирается задушник, засирается все вокруг. Вы все это прекрасно видите. Не, ну вообще площадку временного накопления можно создать. Но это не так, что... В той же площадке российских главах. Это можно... Вы глава не их посоветов. Подожди еще, дай я объясню сначала. С 2019 года полномочия ПАО и твердый коммунальным отходом переданы на уровень регионального оператора. Почему сельская администрация должна вывозить Ваш мусор? Объясни мне, пожалуйста. Была в Белоково, они заявляли ей это, вопрос задавали. Где контейнера? Вот вы пишите, что творится? Вот вы пишите, скажи. Трусли, левчики, все это собаки расставили в пакетах. Можно вопрос быть к региональным операторам? То есть, надо к жителям, которые раскидывают. Подождите, давайте я проясню по поводу контейнеров. Вообще, в регионе у нас реализуется региональная программа, которая направлена на закупку муниципальных образований, контейнеров и строительства контейнерных площадок. Ближайшие Ваши соседи, это Назарово, которые получили 6 миллионов в этом году. И сейчас у них это строительство идет. А вообще, нужно просто подавать заявку. Вы подавали заявку? Позвольте мне здесь. Представители ездили на сайте. Что касается строительства, строительства площадок местных построений, которые нам приходят в Москву. Нами в 2020 году была выдана заявка Министерства Околокима на вовремя получение субсидий в размере 10 миллионов рублей, но в связи с подразделением с детства сняли. В 2021 году у нас немного поменялся порядок участия, и земельные участки, на которые должны быть в площадке установлен контейнер, они должны быть в собственности. муниципальной собственности, районами и поселения. Сейчас проводится эта работа, в 2022 году мы будем заниматься. Сейчас до конца года на территории конкретно поселка Степнова у нас проходят кадастровые или живые работы, движутся 17 земельных участков, на которых будут установлены дальнейшие контейнеры. Эта работа ведется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok